Субтитры создавал DimaTorzok Высказывание, касающееся теперь следующего нашего с вами вопроса. Вопроса – это о смысле и сути жертвы Христовой. Почему пришлось говорить о грехе? Потому что ясно, мы все понимаем, что речь идёт о спасении от греха. Но вот что это значит, теперь нам, может быть, это будет более ясно, когда мы понимаем вот эту градацию на три вида греха, которые помогут нам лучше понять этот вопрос. Но прежде чем вам процитировать, что там написано, я бы хотел обратить ваше внимание вот на что. Когда мы говорим о жертве Христа, то самые первые понятия уже требуют своего уяснения. Ведь жертвы могут носить разный смысл. По крайней мере, два чётко и ярко выраженных понимания слова «жертва». Если мы вспомним, что практически во всех религиях, дохристианских, жертвы всегда имели место, всегда приносили жертвы. И до закона Моисеева, уже вроде Авраама, и до Авраама, и в других народах жертвы всюду были. Всегда они приносились Богу, богам. Эти жертвы подчас носили характер очень, я бы сказал, тяжёлый. Приносились человеческие даже жертвы. Каков смысл был этих жертв? Фактически, смысл был таков. Даже, может быть, два смысла. Первый и главный смысл – это в том, что всё-таки люди видели, что они грешные. И поскольку представление о Боге было больше интуитивным, нежели это было каким-то научением, ибо мы не знаем письменного откровения, кроме Библии. Мы находим тексты в разных народах, и там мы находим элементы религиозного характера, но текстов именно священных, которые бы являлись откровением самого Бога, это достаточно редкое явление. Так вот, в чём суть было тех жертв, которые приносили люди? Это было не что иное, как их внешним выражением сердечного раскаяния в совершённых грехах. Ведь понятие о Боге какое было в дохристианские времена? Даже если мы почитаем Ветхий Завет, то вы только посмотрите, сколько там высказываний, как Бог любит, как Бог гневается, как Бог награждает, как Бог ненавидит, как Бог мстит, то есть всё есть о Боге, представление было подчас грубо-антропоморфическое, то есть человекоподобное, человекообразное. Богу приписывали, если хотите, те же свойства, которые мы наблюдаем и в человеке. Не было такой мысли, такой идеи, что Бог не изменяем в своих свойствах. Нет! Он мог прогневаться, а мог умилосердиться. Так же, как и правитель, как какой-нибудь судья, как человек. Поэтому жертвы носили какой характер? Умилостивить того, кто может наказать, смягчить его гнев, применить с гнева на милость. Вот чему были посвящены жертвы. Помните, Молоху, в пасть Молоха этого медного идолища, в раскалённую пасть Молоха бросали даже своих детей. О! какова была вера! Представьте себе своего ребёнка бросить туда! Это одна сторона. Но здесь же присутствует и другая. как вы знаете, иногда подносят дары кому-то с тем, чтобы получить от него какие-то льготы, взятку дают. Так жертвы носили характером взятки. Вот тебе барашка, а ты мне бычка, глядишь, подаришь, Господи! Такая идея тоже присутствовала в этих дохристианских жертвах. И всё по той же причине, что было грубо антропоморфическое представление о Боге как таковом. Вот это первое понимание жертвы. Оно целиком и полностью охватывало сознание людей. Да и сейчас тоже некоторые ставят свечку Богу. Ну, как же, представляете? Свечку им поставить. Мне рассказывала представительница одного народа, не буду называть, это нехорошо, она говорит, наш народ очень православный. Как правило, у нас, когда вот в воскресенье заходит в храм и ставит свечку, перекрестится и уходит. А свечку ставят в зависимости от того, сколько украдут. Немножко удалось украсть тоненькую свечку, если много, толстую свечку. Ну, конечно, это была ирония. Ирония. Ну, в общем, это, видите, и благодарность Богу за благодеяние, которое человек испытывает, и в то же время уже, так сказать, намёк «Я тебе, ты мне». Вот характер жертв. Вот это сознание, вот это ощущение, вот эта мысль о том, что с Богом вступают в какое-то отношение своего рода сделки, что ли, глубоко пронизывает человеческое сознание. Когда мы будем с вами говорить о спасении, то я вам скажу, католицизм весь пронизан этим. Весь. Само спасение понимается как выкуп. Но об этом мы ещё поговорим. Итак, вот первое понимание жертвы. Но есть же и второе. И мы видим это иногда в истории. Видим, когда говорим, человек пожертвовал собой, отдал свою жизнь за собой, заградил там своего друга и спас его от смерти. Это второе понимание жертвы – жертва любви. Если первое, это своего рода коммерческая жертва. Ну, конечно, когда человек раскаивается, он пытается что-то возместить, как бы, если считает, что обидел кого-то. Это да. Но есть и второе понимание – жертва любви. Ничего не ждёт. Что ждёт человек? От кого? Ждёт, когда он своей собой закрывает, спасает другого от смерти. Это жертва только жертва любви. для нас, друзья мои, это имеет значение, этот разговор, поскольку мы с вами хотим коснуться чрезвычайно важного вопроса – это как понимать жертву Христа. Чем она явилась, жертва Христа? Какой её характер? И затем, конечно, что она дала? Что она дала? Жертва Христа целиком и полностью, конечно, исходит из второго понимания её. Об этом мы читаем в самом даже начале, когда в Евангелии видим, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Жертва Христа это была жертва любви. И вот эта жертва любви, во-первых, почему была она совершена, во-вторых, что она дала? вопрос вы знаете какой? Вопрос, который я помню, мы встречались с мусульманами, диалог у нас богословский, и они задали вопрос очень серьёзный, на который, если вы не ответите, то, я думаю, что с трудом примется ваше убеждение. Вопрос такого рода. Они говорят, в данном случае мусульмане, Аллах всемогущий. Зачем ему нужно было воплощаться? Потому что они не говорят о возможно или невозможно. Зачем было воплощаться? Зачем ему нужно было затем страдать и умирать? Он всемогущий! Неужели он не мог так простить человека? Тем более если человек, как вы, христиане, утверждаете, если он кается? Тем более, как в ваших книжках написано, что всё равно спасается только тот, кто принадлежит к православной церкви и является праведником при этом и является праведником. остальные все и не православные и православные грешные все пойдут на вечные мучения, которым не будет конца. Они говорят, у вас такая мрачная эсхатология, что мороз по коже даже пробивает. зачем ему нужно было это делать? Вот вопрос. Зачем и по какой причине действительно нужна была эта жертва? И вот здесь мы находим два, если хотите, ответа. Опять. Я всё время, друзья мои, сейчас вам всё время показываю. Западное, то есть чисто схоластическое, чисто умовое, философское, если хотите, и даже, скажу иначе, чисто мирское, умерщённое понимание этого и то, которое мы находим у святых отцов. Итак, первое понимание. Мы с вами уже говорили, что по причине греха прародителей была повреждена человеческая природа. Такова православная точка зрения. Причём это повреждение носило уже необратимый характер. Знаете, бывают такие процессы необратимые. и во многих даже болезнях говорят, лишь бы не произошло вот этого необратимого повреждения, потому что тогда уже исцеление невозможно. Так вот, здесь произошло необратимое повреждение человеческой природы. Это православная точка зрения. И отсюда проистекает одно понимание, соответствующее понимание жертвы Христовой. Другое западное понимание такое. Человек, Бог был бесконечно оскорблён нарушением его заповеди. И люди затем в течение всей истории только и знают, что грешат. все живут недостойно. Отсюда следует другое понимание спасения совершённого Христом. Кстати, хочу вам сказать, что в Священном Писании у святых отцов мы находим множество терминов, которыми обозначается то, что сделал Христос. Я их вот выписал, вам только зачитаю, но, я думаю, что не все. Может, вы ещё что-то подскажете. Ну, по крайней мере. Что же сделал Господь? И вот такие термины. Исцеление, спасение, искупление, оправдание, избавление, усыновление, освящение, примирение, освобождение, обозначение, даже у святых отцов находим обожение. Но, наверное, это не все. Ну, по крайней мере, вот почти все, кроме термина обожение, хотя оно прямо следует Священному Писанию, прямо следует, но самого просто этого слова нет. Вы видите, сколько? Все они говорят о том, что сделал Христос. все. Почему приходится говорить об этом? Причина вот в чём, что эти термины употреблены в Священном Писании в основном этого апостола Павла, в апостольских, но и в Евангелии то же самое, но есть некоторые термины так употреблены, но в основном они, эти термины, особенно в посланиях, то есть в письмах, когда вы пишете человеку, вы пишете как? Есть такой термин, латинское выражение «ad gomenem», то есть вы пишете применительно к данному человеку. то есть применительно к его, допустим, образовательному уровню, интеллектуальному уровню, даже нравственному состоянию, применительно к нему. Вы одним образом объясните, ответьте на вопрос ребёнку совсем другим в ответе взрослому. И взрослому опять вы по-разному ответьте в зависимости от того. Это человек совершенно необразованный, может быть, и никогда не учился, его сознание, ну, как мы говорим, неразвитое и совсем другое, когда вам придётся ответить, ответить человеку высокообразованному, высокоинтеллектуальному. Вы видите? Это называется поэтому «ad gomenem», то есть применительно к человеку. Так вот, вся эта совокупность терминов, которые я вам прочитал, так, она говорит о том, что в каждой из них, который мы находим, он действительно был вызван тем, кому писалось или в каком контексте, по крайней мере, говорилось о жертве Христовой, о том спасении, которое совершил Христос. из этой совокупности терминов затем проистекает очень интересная картина. Хорошо, там писалось «ad gomenem», но богословие, богословие как наука, она же должна что сделать, эта наука? она должна в конце концов показать суть. Вот термины, да? Но суть вот какова, и нужно, следовательно, выбрать какое-то один центральное, одно центральное понятие, наиболее, ну, что ли, точно, или, как часто говорят, адекватно, выражающее смысл и содержание этой жертвы. Именно такова задача богословию. Ничего, это совершенно элементарная вещь. И вот, исходя из этого, мы встречаемся с очень интересной картиной. С очень интересной. Какой же? Западное богословие из всей этой совокупности терминов избрало в качестве наиболее точно выражающим суть жертвы Христовой термины искупления, оправдания. Православное богословие из этой же совокупности терминов избрало другое спасение исцеление. И даже, и даже, учитывая, когда мы говорим о православном богословии, то термин обожение, поскольку он явился специфически святоотеческим термином. Ну, кажется, избрали и избрали. Так, на самом деле ситуация совсем непростая. Не случайно именно эта терминология оказалась ключевой в понимании жертвы Христовой. И вот я вам сейчас зачитаю то, что я обещал в современном катехизисе католической церкви. Я вам цитирую. Христос принёс свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину. Принёс себя в жертву милостивления, чтобы принять на себя их вину. Ещё. Иисус возместил нашу вину и принёс Отцу удовлетворение за наши грехи. Ещё. Своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание. Ну, надеюсь, мысль понятна. Значит, тут мысль какая? Что Христос принял на Себя нашу виновность, и эту нашу виновность Он принёс Отцу в качестве удовлетворения за наши грехи. Этим самым Он заслужил, Христос заслужил, именно такой термин стоит, своими страстями, Он заслужил нам оправдание. Вот идея, которая чётко, достаточно чётко, кажется, выражена в католическом вероучении. Вот суть. Кстати, вы это прочтёте и в наших учебниках. Я помню, Игнатий Бринчинов пишет с недоумением, что у нас нечего даже почитать, какие у нас догматические богословия, книжки. И говорит, что ну, так может быть, митрополита Макарий, но пишет так это митрополита Макарий, такой богословий, что ну, на безрыбье и рак рыба, что ли. Вот так вот, да. Очень, очень там много вот этого католического католического богословия. А что, кстати, если мы обратимся к истории церкви, что по этому поводу пишут святые отцы? Я вам прочту хотя бы одну, одно высказывание, специально, почему взял, почему его, чтобы обратить внимание на самую суть. Вот что пишет Кирилл Александрийский, святитель. Адам был побеждён и презрев божественное повеление, был осуждён на тление и смерть. Но какое отношение к нам имеют эти его преступления? множество людей стало греховным не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда ещё не было, он пишет, их ведь тогда ещё не было, а потому, что они были причастны к его природе. то есть, вины-то не было, а то, что они ведут такой образ жизни, это уже их личное дело. И каждый человек, причём в этом отношении, показывает себя по-разному. Посмотрите, какая дистанция огромная! От Иуда Искариотского до Богоматери свободно был и те, и другие. Он, Иуда, предал Христа, Богоматерь, честнейший Херувимов! Вы слышите? Оказана наследственность, да, и это повреждение природы даже в Адаме, оно ни на одну йоту не уничтожило нашей свободы выборе добра и зла. Ни на одну йоту и истории показывают нам как самых страшных преступников, так и людей величайшей святости. То есть, это не имело рокового значения, это повреждение не имело. И вот Кирилл Александрийский, знаете, как всё равно, который человек, ну, провидел, да, пишет, что речь идёт совсем не о виновности людей за грех Адама. Ничего подобного? Нет! Они просто, они просто были причастны к его природе, природе Адама. Вот множество людей стало греховными. Почему? Они в силу виновности какой-то. Почему говорю об этом? Вы слышите, что в катехизисе, что пишет западное богословие? Вину Адама принял на себя. Принёс отцу удовлетворение за эти грехи. Виновность и виновность. Это первое. Да, здесь можно сказать, что и виновность и за свои грехи. И виновность за свои личные грехи. Так? Однако, что говорит православное богословие об этом? дело дело не в виновности, а в чём же? Обращаю ваше внимание. Вы слышите, как только мы сказали слово «виновность», а дальше слово «оправдание», вы поняли, какой характер между человеком и Богом? Понял? Понял? Какой? судебный, юридический. Виновен или невиновен? В машине столкнулись. Кто виновен, кто невиновен? И всё. Сумел доказать свою невиновность? Ты оправдан. Слышите? Ты оправдан. Не сумел? Ты подсуден. А что православие говорит? Друзья мои, я на это прошу обратить особое внимание. Одно понимание греховности, как виновность, это чисто юридизм. Православное богословие говорит, греховность – это невиновность. А что? Это рана, болезнь, повреждение. Что мне проку, если столкнулись машины, всё так, я покалечен, и там говорят, вы невиновны, будьте спокойны, виновен он. Благодарю! А я теперь вечно на костылях ходить, да? Вы слышите? Слышите, о чём идёт речь? Грех – это невиновность, а калечение. Грех – это невиновность. Вот что! Грех – это рана, которую человек наносит своей душе и своему телу, и всей своей жизни. Грех – это рана, а не виновность. Я обращаю ваше внимание, Бог не изменяет своего отношения к человеку ни на одну йоту от того, что человек высоко святой и не знаю, какой святой, или ужаснейший преступник. Пришлось однажды, одну лекцию, и так и начать. Огромный зал. Я говорю, а кого, как вы думаете, больше любит Бог? Иуду Искариотского или Богоматерь? Если мы этого не понимаем, не можем ответить на этот вопрос, значит, мы полностью не понимаем христианского учения о Боге. Сам Христос сравнивает с кем? Солнцем. что солнце по-разному смотрит на святого и на грешного? Или, лучше сказать, по-разному смотрит на того, кто перед ним стоит, или кто закрылся от него, забрался в какую-то мрачную пещеру? не Бог меняет своё отношение к человеку, когда он грешит, а человек искажает себя и калечит своим грехом, закрывается. Вот, солнце, а тут всё, закрыли, взяли и чёрные шторы закрыли. Антоний Великий об этом как великолепно пишет. Советую прочитать в первом томе «Добратолюбие», его параграф 150, как он пишет об этом. Сказать, что Бог скрывается от грешника равносильно тому, что, сказать, солнце скрывается от лишённых зрения. Представьте себе, ослепил себя человек и потом говорит «Ай, солнце скрылось, скрылось солнце, а твои глазки где?» Поняли? По христианскому вероучению Бог – абсолютная любовь. Что значит абсолютная? Обратите внимание! То есть неизменяемая – это является нашей догматической истиной. Именно Бог, иначе какой это Бог, если он будет постоянно меняться? Он неизменяемый, и эта неизменяемость что означает? Любовь! То есть он всегда есть любовь, тихчайший преступник, величайший святой, но только своими грехами мы или открываем свою душу ему, или закрываемся, как бронёй от него, непроницаемой. вот в чём вся суть. Грехами мы становимся невиновными пред Ним, и когда он «Ах, ты виновен, сукин сын, вот я тебе всыплю!» Да? Как это в нашем человеческом обиходе. Нет-нет! Запомните, пожалуйста, Бог – это врач любеобильный, премудрый, который готов помочь каждому, кто как бы ни был искалечен и ждёт только одного, Господи, помилуй, только одного. И разница между праведником и грешником состоит вовсе не в том, что тот или другой больше или меньше виновен, а совсем в другом, а в том, в какой степени человек своим покаянием, своим смирением открывает свою душу Богу «Господи, помилуй меня!» Сознаёт себя грешным или не сознаёт? И вспомните евангельскую иронию, так можно назвать, когда Христос сказал «Я пришёл призвать неправедников». Чувствуете вот такие огромные кавычки, в кавычках праведники, то есть лжеправедников, «Я пришёл призвать неправедников, а грешников ко спасению». Тот, кто видит себя праведным, уже всё, с ним же не знаешь, что делать, он же закрыт от Христа, ему не надо, у него своё солнце, ему никакого солнца не нужно. невиновность пред Богом пришёл Христос своей жертвою снять человека, а исцелить человеческую природу, повреждённую ещё в первом человеке. Вот, оказывается, в чём суть-то. Православное понимание жертвы Христовой в этом и состоит, что он пришёл исцелить человеческую природу. Но видите, какая разница психологическая? Одно дело, моя виновность или невиновность. Отсюда ну, вы же это проходили по западным исповеданиям, вы помните, отсюда эти индульгенции. Ну что, ну, я виновен, виновен, но надо выкупить чем? Ну, давай позолоти иконостас. Ура! Всё в порядке. Поставь свечку побольше. Слышите? Выкуп, да, заработок! Заработок! В протестантском богословии это доведено уже фактически, это просто следствие, просто католицизм, это дважды-два уже сказано. Протестанты уже четыре сказали это, сказали прямо, что мы спасаемся чем? В смысле, не делами, не трудом своим, не подвигом своим, да, а чем спасаемся? Христом. Каким образом? Если я верю в Него всё, то Он, Христос, Своею праведностью закрывает нашу греховность от Бога, то есть от Отца, и мы святы святостью Христовой. По этому поводу патриарх Сергий Старгородский, кстати, его книжка «Православное учение о спасении», замечательная, замечательная книжка, имейте в виду, он пишет, какая беда, какой ужас остаться таким же грешным, искажённым и всю вечность пребывать в этих страстях, но уже быть человеком, с которого сняли вину за эти его грехи, но страсти все в человеке. Потому что Христос закрыл только и всё от Бога нашу греховность. Вот беда-то какая! Поэтому и видите термин Тридентского собора, ну, вы помните Тридентский собор 16-го столетия контрреформации, который был собран в результате протестантской реформации, и когда были осуждены, осужден протестантизм, Тридентский собор постановил же, Тридентский собор постановил своими святыми страстями на древе крестном он заслужил нам оправдание. 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 Я, может быть, и виноват в этой автокатастрофе, но меня нашёлся сильный человек и меня оправдали. Ура! Видите, на что нацелена жертва Христова? Какое основное понимание снятия вины? Слышите? Снятия вины. Оправдать или исцелить искалеченного человека? исцелить! Вы подумайте! Да, наверное, человек согласился бы лучше быть виновным, но исцелённым, чем невиновным, но калекой. Вот два совершенно несводимых два понимания сути жертвы Христовой на западном и восточном католическо-протестантском и православным. Вот это, друзья мои, надо, это очень важно понимать. Если мы этого не будем понимать, то, конечно, тогда мы скажем, между православным католицизмом ничего у нас нет, всё одно и то же. Только так можно сказать человек, который, видимо, я не знаю, ничего не знает. что вы бездна, причём в самых основополагающих вопросах нашей веры. А вот вопрос другой уже. Вопрос другой, с чего мы и начали. Христос что, исцелил? Помните, Аллах-то! Зачем Ему страдать? Зачем умирать? И что это всё значит? Мы с вами подходим к этому вопросу. Первый на этом пути – что же исцелил Христос своей жертвой? Что Он исцелил? Разве мы исцелены? Господи, Боже мой! Да сразу в преисподний можно идти. Да чего мы хороши? Приняв, и крещение, и исповедусь, причащаясь. Разве мы исцелены? О чём идёт речь? Вы знаете, вот в наших догматиках нигде нет обращения к такой потрясающей мысли, которую мы находим в послании к евреям, и где абсолютно точно выражено, что совершил Христос. Ведь когда мы говорим, что Он снял вину или оправдал, мы о чём говорим? Что-то внешнее по отношению ко мне совершили, даже меня не касаясь, меня оправдали. И когда исцелил, опять, что это значит? Как исцелил? Интересно, о чём говорят это святые отцы, что Он исцелил нас? О чём идёт речь? Спас от смерти? в послании к евреям мы находим удивительно точное объяснение этой, на первый взгляд, совершенно непонятной истины. Зачитываю. Евреям 2 глава 10 стих. Ибо надлежало, чтобы Тот с большой буквы, для Которого всё и от Которого всё, ну, то есть, Бог, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Вы знаете, какой тут парадокс? Попробуйте по-русски подумайте. Подумайте фразу вождя спасения их совершил через страдания. Что значит вождя совершил? И точка. Что значит вождя совершил? Его совершил. Вы скажете, что такое? Бессмысленно же! Действительно бессмысленный перевод. Кстати, в русском в переводе действительно есть. Знаете, что там стоит? Какое слово? Возьмите греческий вот это совершил. Там стоит телиосе. Телиосе, то есть, откройте словари, там дальше в этом послании к евреям прям целый ряд фраз, в которых употребляется это слово телиосе, телио. То есть, что делать? Делать совершенным. Совершенным делать. Вождя спасений их сделал совершенным через страдания. Дрогнула рука переводчиков. А почему дрогнула? Первая мысль, которая бросается в глаза – как Христос был несовершенным. Он – ересь какая! Забыли о самом главном. В том-то и уникальность личности Христа, что Он со стороны духовной и нравственной, конечно, со стороны духовной был действительно безгрешным. Грядет сего мира князь, то есть дьявол, сего мира князь, и во мне ни имот ничесо же. Кто меня обличит во грехе? Да, Он был совершенно святым. Одна сторона, вторая. Он был рождён тленным, смертным и страстным в смысле подверженным страданиям. Он действительно страдал, а не мнимо. Он действительно принял нашу эту страдательную плоть, смертную, тленную, подверженной болезням и тлением, и страдательную, действительно, а не мнимо. Это уникальная, я бы сказал, личность, уникальная, то есть единственная, в которой сочетание произошло невозможное в роде человеческом. С одной стороны, полная чистота и святость, с другой стороны, подверженность всему тому влиянию, которое испытывает и каждый из нас. так вот совершил в данном случае. Чего же касается? Об этом очень много интереснейших высказываний святых отцов, но я просто думаю, по догматическому богословию вы же должны были это проходить. Это просто целый сон отцов говорит об этом, что Христос только по воскресении своём приобрёл ту нетленность, то бесстрастие и то бессмертие, которого не имел до своих страданий. Слышите? Только после воскресения. И действительно мы видим, каким он же... Видите, кажется, и он тот же Господь мой, Бог мой, говорит Фома, и не тот. Даже его то узнают, то не узнают. Ещё бы! Ещё бы! Это воскресший, изменённый, исцелённый плоти его уже явилось. Исцелённая, а не та, подобная нам, которую все мы имеем, подверженная страданиям, тленью и смерти. Вот, оказывается, что произошло. Что же произошло? Что оказывается? Что произошло? И вот насчёт этого святые отцы пишут очень интересные вещи. Можно привести прям очень много. Я просто выписал, ну, парочку, чтобы вы имели представление. Преподобный Исаий, отшельник пишет. В себе Он, Христос, возвратил извращённое естество к естеству первозданному. Таким образом, Он спас человека. Вы слышите? Парадоксально. Он в себе вы слышите ещё раз, послушайте, в себе возвратил извращённое естество в естество первозданное. Таким образом, Он спас человека. Вы понимаете или нет? Что произошло интересное? Он себя сделал совершенным. Он стал совершенным в себе, а спас человека. Преподобный Максим Исповедник пишет, Он был не просто человек, но Бог вычеловечившийся для того, чтобы опять послушайте, через себя и в себе обновить естество человека и соделать его общником Божьего естества. Друзья, мы с вами касаемся этого уже настоящего богословия, о чём пишут святые отцы. Что же произошло? Не случайно, вот только перед этим мы с вами говорили о первородном повреждении. Что случилось с человеком в результате греха Адама? «Чем оно стало?» Каким? Три! Что сделал Христос? В себе повторяю ещё раз, посмотрите, в себе обновил и таким образом спас человека. Что такое? Как это понять? В себе он обновил, хорошо, он воскрес всё теперь бессмертным, нетленным, бесстрастным, а мы тут при чём? О! Ну, на богослужении мы всё-таки с вами иногда бываем. Я, например, правда, как не приду, всё Христос воскресе поют почему-то. Не знаю, что у вас круглый год, Пасха, что ли? Но вы-то, наверное, чаще бываете, может быть. Что там постоянно слышим? Адама спас Христос! Ах, это вот того первого человека, да? Какие же мы умные! все речь идёт об этом? Ну, и какая разница, Адама или Авраама? Да не об этом идёт речь. Идёт речь о другом, что мы все в определённом смысле в Адаме. И он сам родился вот с этим повреждением Христос. Он, как и тут написано, как вот, я вам читал, что он извращённое естество к естеству первозданному. Он стал Христос, помните, пишет апостол Павел, вторым Адамом. это же великой христианской истинам. Как по своей биологической природе мы все идём от первого Адама, так по своей духовной природе мы можем родиться, родиться от второго Адама. Но если первое рождение происходит стихийно и касающееся, как и всех тварей Земли, всех видов, то второе уже связано с чем? С нашей волей, нашим сознанием, с нашим самоопределением мы, оказывается, можем родиться от Христа. И таким образом что приобрести? Когда мы рождаемся естественным образом, какую природу получаем? Ту, что у наших родителей. Да? Да. Когда мы рождаемся от Христа, какую природу получаем? Та, которая у Него. Он второй Адам. Вот, оказывается, что. Каким образом происходит это рождение? Очень важно, друзья мои, каким образом происходит это рождение происходит при условии, при условии, о котором сам Христос сказал, кто веру имеет и крестится, спасён будет. Слышите, кто каким условием, при каком условии, оказывается, веры ему вера небесовская, когда мы верим, что 2000 лет тому назад Христос пришёл и спас, а под верой что, разумеется, правильное направление всей нашей жизни. Вот, оказывается, веры, кто веру имеет и крестится, в крещении мы получаем, может быть, у нас будет время, может быть, я вам зачитаю целый ряд святоотеческих высказаний, которые говорят, что в крещении, кстати, вот будет очень важно, мы получаем семя, семечко, семечко, чего? Вот этой нетленной, бесстрастной, бессмертной природы нового человека, который воссоздал Христос на своём кресте и воскресении. Зёрнышко получаем, зёрнышко, как, кстати, в любом таинстве. Имейте в виду, что в таинстве мы получаем только зерно, а не полноту уже даров. Одно дело семечко, яблони, а другое дело яблоня, едва ли кто семечком будет сыт. Скажите мне яблочко, семечко получаем. И только в зависимости от того, как человек будет взращивать это семечко, будет удобрять почву, будет поливать почву семечко или нет. И семечко даст плод или не даст. В египетских пирамидах три тысячи лет лежала пшеница и никакого плода не дала. А у нас, пожалуйста, можно посеять пшеницу весной, осенью уже получить плод. Почему? А потому условия есть. И дожди, и почва взрыхлённая, пожалуйста, результаты. Это я просто говорю вам о крещении. Вот, оказывается, оказывается, кто веру имеет и искренне увидел, что Христос – это истина, здесь смысл жизни, здесь правильная жизнь, так? Тот, принимая крещение, получает это семечко. Без семени земля не даст никакого плода. Это семя нужно. Вот, оказывается, какое важное положение. Итак, возвращаюсь. что же совершил Христос? Что сделал? Что произошло с ним? В чём суть жертвы? Ещё раз повторяю. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого всё и от которого всё, то есть Бог, приводящий многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Кстати, обратите внимание, возьмите текст, и посмотрите, даже вождя с маленькой буквы написано. А кто ж тут вождь? Христос! Я вам говорю, очень немало ошибок в наших переводах. Вождя, конечно, с большой буквы, и не совершил, а сделал совершенным через страдания. Совершенным, в каком смысле? Не в духовно-нравственном, ибо здесь он и был совершен, а природу человеческую, которую он воспринял для исцеления, вот что сделал её бессмертной, нетленной и бесстрастной. Вот так, друзья мои, вот, оказывается, что произошло о неснятии вины с человека, с человеческого рода, виновности, подумайте только! Вины сняли, ура! Я невиновен! Давайте выпьем шампанское по этому случаю. Вины сняли, не вину, а я был искалеченный весь, а мне дали залог теперь для полного исцеления. И во Христе, как во втором, почему он стал вторым Адамом? Он в себе через стронание исцелил эту природу. И отныне каждый человек, свободно избравший это, убедившийся, принимает Христа и таким образом получает семя этого исцеления. А что даёт это исцеление? Пример святых нам великолепно показывает. Кто это такое? Это поразительное явление в истории человеческой жизни, что мы находим, по крайней мере, в великих святых нашей Церкви. Здесь же, кстати, и ответ, почему через страдания почему через страдания почему Бог не мог совершить сам без всяких страданий? По очень, я бы сказал, простой причине закон нашего человеческого бытия какой? Образно хочу вам представить. помните, спор идёт, велик Наполеон или нет, и один, чтобы уж доказать окончательно, что Наполеон был велик, схватил стул и кромахнул его, и разбил. Ему говорят, ну, хоть Наполеон и велик, но зачем же стулья-то ломать? К чему я говорю? А чтобы затем сделать этот стул? Как быть? Ой, чтобы восстановить, надо потрудиться и попотеть. Ну, хорошо, это стул, а если это завод целый разрушен? Что придётся? А что такое, скажите мне, любой наш завод самый совершенный, самый совершенный, перед лицом одной только живой клеточки нашего организма, детская игрушка по своей сложности, что из себя представляет человек? И вот эта наша повреждённость человеческая, вот что было, что Господь восстановил через страдания, как завод восстановить. Страдания нужны, ещё бы! Труд! Конечно! Кровь и пот! Да-да! Это закон нашей человеческой природы! Всё, что нарушено для своего восстановления, требует труда, пота, страданий! А тем более, когда не даром такое выражение прекрасно сказано, смертью, смерть поправ! Чтобы и смерть уничтожен, смерть была нужна! То есть, адекватное нужно средство для восстановления того, что разрушено. Вот какой ответ! Как бороться с малодушием? Бороться с малодушием очень просто, проще и быть не может. как только я себе представлю, что я нахожусь где-то в опасной зоне и где могут меня не знаю что и в плен схватить, и искалечить, может, даже убить! Правда? Ой! Ой, страшно не могу! Но когда я вдруг вижу, что меня охраняет такое, что, Боже мой, и какая-то гвардия отборная, и тут самолёты, вертолёты летят, и вообще сила непобедимая! Кто на меня нападёт, скажите? Ты что, глупый какой? Ты что, с ума сошёл? Откуда у тебя малодушием? У тебя охрана потрясающая! Ты что? Вера в Бога нужна, вся с вами есть во все дни до скончания века! И бороться с малодушием можно только чем! Я верю! И в этой вере надо себя утверждать! Но уже как утверждать эту веру? Я вам скажу, что слово веры – одно, а степень-то, может быть, разная, малодушием свидетельствует, что у меня нет веры во всемогущество Божие и в любовь Божию, что Господь, будучи любовью, ничего не попустит, комару не попустит укусить меня без необходимости, волос с головы вашей не падёт, а я малодушиствую! помните, помните, как он сказал, когда услышите, говоря о конце веков, землетрясение, войны, нестроение, тогда что сделаете, христиане, если вы действительно мои последователи? восклоните головы ваши! Не опустите, как все, ах, что теперь? Сейчас атомная война, сейчас антихрист напрыгнет, сейчас что другое, ой, ужас! восклоните головы ваши! О! Потому что сильнее Бога никого нет! И всё, что посылается, является не наказанием, не местью Бога, а лекарством! И разумный человек, правильно принимая и оценивая это лекарство, получит огромную для себя пользу. Вот рецепт от молодушия. Сокращается ли наследственность, предрасположенность ко греху у человека, обратившись ко Христу и искренне стремящийся жить по Ивангельским заповедям? Прекращается ли на мне грехи? Да, друзья мои, если первородные повреждения ничем невозможно излечить, тленность, смертность и страстность, то родовое повреждение даже очень можно излечить. Конечно, правильная жизнь исцеляет это. И мы знаем немало примеров, когда разбойники обращались ко Христу и становились даже преподобными. Да, да, родовая повреждённость возможна и к исцелению. Так, грех, в котором раскаялся, передаётся по наследству. Я вам скажу так, всё зависит от степени раскаяния. Можно раскаяться, а можно, а можно, помните, как я говорю, представить отчёт о проделанных грехах. – Батюшка, пожалуйста, вот я пришёл, почитайте мои грехи, а я пока на рынок схожу. Это сейчас, это мода пошла, все листочки. Я понимаю, человек 10-20 лет или никогда в жизни не исповедовался. А тут ты чего, лист суёшь? У тебя что, совесть ни о чём не болит? Да разве суть в том, чтобы всё перечислить, что ли? Это как дурак может такое подумать. Потому что мы ни одной минуты не живём, как положено. Раскайся в том, что наиболее болит у тебя, о чём совесть говорит и разум. Для этого записки не нужны, голубчик. Если ты хоть раз в месяц, да даже и в два месяца там раз, если ты часто исповедуешься, записок не потребуется. Вот. Так что, если когда будет раскаяние, искреннее, конечно, тогда человек очищается, очищается, освобождается, его гены, его духовная сторона. Помните, мы, что сами говорили? Кто её формирует? Господь Бог? Дьявол? Мы, наша свобода, мы формируем, поддаваясь или стороне божественной, или стороне дьявольской, вступая в общение или с Богом, или с дьяволом, которых Антоний Великий называл, знаете как? А кто живёт не по Западе и прочее, замечательно называет, тогда душа вступает в общение с демонами-мучителями. От кого зависит? От нас. Здесь мы, здесь наша свобода. Да, вступая в общение с Богом, покаянием, искренне намерением, и Господь нам поможет! Вы слышите? Не сделает, а поможет! Так и эти с рогами и с хвостами тоже нам помогут, когда мы добровольно вступаем в грех. Вот так! Может быть, тело может быть здоровым, больным, бодрым или расслабленным, душа радостный или печальный, а какой дух? Он постоянен? Можно ли рассудок принимать к свойствам духа? Нет, слушайте, под понятием дух могут разумеется очень разные вещи. Одно дело, когда мы понимаем человека как трёхсоставного – тело, душа и дух. Дух как составляющий человека. Мы с вами говорили не об этом делении человека, а говорили о духе как состоянии человеческого духа. как состояния человеческого духа. Дух как составная часть нашего – да, это постоянное то, что присуще нашей природе, так? А духовное состояние, когда мы говорим «его дух» постоянно изменчиво. вот пришла какая-нибудь мысль, и мы накинулись уже как изменился дух. Подчас это выражается даже на лице человека. Вот как! Поэтому, видите, я выражался это как дух, но это духовное состояние. Оно у нас постоянно меняется, и мы от него зависим, и это состояние уже и определяет наследственность. Какое значение имеет имя для человека? Никакого! Почему вменяют в монашестве, иногда при крещении? По той простой причине, чтобы этим подчеркнуть, кем мы должны бы стать. Вот ты был таким, твоё имя имел, мы теперь меняем твоё имя, чтобы даже этим внешним образом подчеркнуть, что ты вступаешь на другую совсем стезю жизни. Вы знаете, что при рабовладельческом строе, когда кто-то попадал в рабство, то обычно рабовладелец в большей части менял ему имя. Менял имя. Ты отныне, ты будешь под таким-то именем. Этим самым показывал, что твоё положение теперь совсем другое. Вот так. А само по себе изменение имени само по себе не имеет значения. Как относиться к словам «Господь любит праведника»? Так кого больше любит Бог? Да. Я вам скажу, вся Библия наполнена антропоморфизмами. Я вам могу привести целый ряд святотических высказаний, в которых они прямо говорят. Иоанн Златоуст особенно это подчёркивает прямо. Это в силу невежества нашего, в силу нашего примитивизма, говорит он, только в Библии употребляется, Господь гневается, Господь наказывает, Господь мнит. Если мы только так начнём понимать все эти слова или Господь любит, это же слова просто слова, так сказать, применительны к нам. Неужели мы скажем, что действительно у Бога есть правая рука и левая? Неужели мы скажем, что Адам, где ты? Ну, где же Господу Богу было? Спрятался Адам, да и всё за кустиком. Да? Верим мы или нет? Ну, слушайте, точно так же и эти все высказывания ради... Ян Златоуст точно вам привожу. Все эти слова, вот эти, в частности, и праведника любит, ради простого, грубого народа. Понятно? Ради чего? Все эти слова? Ради простого, грубого народа, который не знает, что это такое, о чём мы с вами сегодня говорили. Такие тонкости для него это уже невозможно, это слишком. Субтитры подогнал «Симон» «Велье» Продолжение следует...